Здравствуйте! В этом выпуске Уикенд Навигатора расскажем, какую театральную премьеру в стиле детективного нуара готовят для малышни артисты театра кукол. Кроме того, упомянем, что такое барные викторины и кому стоит в них играть. И, конечно же, расскажем, что такое дайвинг и где в Иванове можно погрузиться в открытые и закрытые водоемы. Но это в основной передаче, а сейчас приглашение буквально одной строкой. Оба выходных дня в субботу и воскресенье в спортивной школе номер 10 будут проходить соревнования по плаванию. Это будет открытое первенство межрегиональное и приплывут в Иваново спортсмены со всего Центрального федерального округа. Также будут оба дня соревнования под зудо. 24 числа проходить они будут в местечке Балино областного центра на стадионе «Старт». Начало в 10.00 посвящены они будут воинам-десантникам. В 10 утра 24-го стартует соревнование и в Приволжске. Приглашаются все желающие. Будете в Приволжске – приходите. Но сейчас об остальном поподробнее. Настоящее интеллектуальное удовольствие. Весело провести время и размять мозги гостям предлагают организаторы барной викторины «Квизиум». Команде численностью до 10 человек предлагают ответить на различные вопросы в рамках 7 или 8 туров. Интересно это может быть любому поколению от 18 до 50 лет, грубо говоря. В чем ее прикол? У нас два ведущих. В единственной игре у нас есть два ведущих. Тем самым наши игроки не устают от монотонности одного голоса. Мы ведем другие мероприятия, и поэтому у нас немного разный подход. Тем самым каждый привыкает к своему. Каждый весь свой тур. Тем самым люди реагируют более лояльно, чем на одного ведущего. Перечитывать классику, заучивать теоремы или вспоминать законы не нужно. Чтобы выиграть, понадобятся немного смекалки, усидчивость и быстрота мышления. Это прекрасный шанс отдохнуть после работы. Мы эту игру запустили северная месяца, поэтому уже почти скоро год. Будем праздновать первый день рождения, так сказать. В стране она популярна уже около пяти лет. Единственное еще отличие, что у нас несколько стран задействованы. Уже несколько месяцев играют в Канаде. И также месяца тоже три или четыре играют в Испании, в городе Барселона. Там тоже русский контингент, все очень приветливы. У нас даже есть общий чат, где мы общаемся, где мы меняемся мнениями и какими-то новыми фишками. На каждой игре веселая, теплая атмосфера. Теперь встречи с друзьями будут не только интересными, но и полезными. Можно потренировать соображалку и посоревноваться для азарта. А еще отдохнуть от гаджетов. Нам здесь очень нравится именно тем, что здесь все очень компанейски, здесь все душевно. Здесь мы действительно отдыхаем. Если в других играх, в которых мы тоже так же играем и участвуем, были какие-то... Ну, мы больше, наверное, возможно думаем и меньше отдыхаем, то здесь у нас получается больше отдыхать. Меня зовут Орлова Светлана Сергеевна. Я являюсь председателем Ивановской областной общественной организации «Многодетки». Организация наша оказывает помощь многодетным семьям региона. Вот мы совершили первую акцию с поездкой в Лух. Мы отвозили вещи и обувь многодетным семьям Лухского района. Сейчас мы готовим первое серьезное мероприятие. Это межрегиональный семейный форум в Доме национальности 23 ноября, на который приезжают представители семи регионов нашей страны. Это будут представители и общественных палат, и представители некоммерческих организаций. Приглашаем всех ивановцев на наш спектакль, на нашу премьеру, которая состоится 24 числа, 24 ноября. Она называется «Пряничный домик» по знаменитой сказке Ганзали Гретты «Братьев Гримм». Это будет такая детективная история с нотками нуара, где профессор и экскурсовод будут разгадывать историю старинного инструмента, эксклюзивного. И, играя на этом инструменте, будет развиваться сама история и сама сказка. Иваново далеко от моря, но разве это остановит любителей приключений? Больше 10 лет в городе работает клуб «Морской еж», где каждого желающего научат плаванию с аквалангом и подводной охоте. Обучение проводят по всем стандартам. После завершения базового курса и экзамена выдают сертификат международного образца. Занятия организованы как в бассейнах, так и на водоемах Иваново и соседних регионов. Открыть для себя подводный мир могут мужчины, женщины и даже дети. Это будет интересно любым людям, которым нравится приключения, которым нравится активная жизнь, которым нравится заниматься спортом, видеть новые места, погружаться, открывать для себя новый мир. Плюс ко всему дайвинг не требует специальной спортивной подготовки. То есть вы даже можете не уметь плавать и при этом начать нырять. Фактически может прийти любой человек от 8 лет. И нет ограничений по возрасту, ни по весу, ни по статусу. Пожалуйста. В ближайшее время будет игра, посвященная любителям рок-музыки. То есть это тематический квиз полностью про рок. А еще из интересного в начале декабря у нас будет игра, посвященная детективам. Это все миры Шерлока, все фильмы о Шерлоке, Фондорин и немножко там Пуаро, Мисс Марпл. Так как любителей детективов много, я думаю, что тоже привлечем аудиторию, даже может быть, которая раньше и не ходила к нам. 26 ноября. Дублин Пап. Это игра про рок для любителей рок-музыки. И 4 декабря. Это, я думаю, будет столбар-ресторан. Игра для любителей детективов. В эти выходные запланированы мероприятия и для любителей душевной музыки. Оба дня организаторы концертов приглашают зрителей в кордиционно-методический центр, что на улице Карла Маркса. Это бывший ДКЖД. 24 числа в 12.00 там начинается музыкальная гостиная. Для зрителей прозвучат лучшие образцы вокальной музыки. Начало в 12.00, а в 15.00 25 числа там же в кордиционно-методическом центре будут выступать артисты студии «Элегия». Они приглашают зрителей поучаствовать в путешествии к истокам музыкально-театральной жизни города. Будет интересно билеты в кассах. Я надеюсь, ваши выходные будут насыщенными благодаря нашей афише. И увидимся на городских мероприятиях. До свидания.